Все девчонки страны прильнут к экранам и к приемникам, потому что вечерний эфир на телерадиоканале Страна АПМ начинается здесь, как всегда, мы, Майк Бойс. И Маш новая. Ну, почему, да, я, собственно, про девчонок хотела. Потому что я сегодня с тобой опять. Ну, Миш, ты это беспередно. Но на самом деле, девчонки, сегодня у нас такой классный, красивый гость, вам понравится. Давай. Кстати, наш гример Оля уже оценила, говорит, а что это, что это за красавчик? Поэтому сейчас не буду вас томить. Итак, друзья, прошу, любите жаловать наш, кстати, коллега, телерадиоведущий, а также актер Никита Дюбанов. Он же Ник Олдскул. Никита. Мне начинается Ник А. Ну, Ник Эй, предположим, да? Всем здрасте, привет, ребята. Миша Маша, приветик. А можно целоваться с тобой? Предположим. Никто? Можно? Можно просто саму куда я? Да, нормально, мужики. Я прикрою. Ой, какая у вас студия красивая. Присаживайся. Ник. У меня такое ощущение, что мы играем в какую-то такую легкую игру для детей. Ой, какая у вас студия большая, красивая, смотрите. Ну, хочешь, давай сегодня будет у нас такой театр гротеска. Или ты хочешь быть естественным? Нет, по жести, давай, по жести. По жести? Ну, мы по юмору по вечерам. Журналист по расследованию, давай, чтобы такое было по нему. Подожди, мы по юмору вообще вечером. А, давай. Никит, мы почему тебя позвали? Потому что слово юмор. Никит Тюбанов, я ставлю знак равно. Маш, раз Никита хочет по жести, хочет откровенно. Во-первых, Никита сегодня опоздал. Он был в пробке. Мы вынуждены были поставить вторую песню. Поэтому было две песни вначале. Он залетел, весь запыхался. Потом говорит, ну все, давайте пойдем. И вот, собственно, мы здесь. Второй момент. 58 минут был здесь. Мы спорили. А мы спорили, как представить. И тут, пожалуйста, что вы думаете. Здесь все написано в инстаграме. Ви джей, диджей, эктор, комедион, сингер, сэнер, 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 сэнер. Говорят не по-русски. Все. Слушай, мне кажется, вот ты бы лучше не выпендривался. Потому что, мне кажется, Никита весовой категории тебя превосходит. Ну слушай, это не то шоу, чтобы здесь устраивать кровавоманьячный эфир. Это не надо. Не надо? Ну все, давайте тогда сегодня смеяться. Спасибо большое. Давайте будем смеяться. Ник, у нас есть один такой традиционный вопрос, с которого мы всегда начинаем наши эфиры. Есть ли у тебя какой-нибудь секрет или лайфхак, как научиться относиться к жизни с юмором? Как ты это делаешь? Как делать? Что делать, чтобы не грустить? Слушайте, знаете, в принципе, а у меня как бы есть мнение, что каким-то иным способом-то существовать, наверное, невозможно. Поскольку если не смеяться над тем, что происходит вокруг, ну придется плакать. А кому это надо? Кому это надо? Плачущий ведущий в эфире, друзья, ну действительно. Поэтому если, ну, развивайте чувство юмора. Всегда. Не обижайтесь, вы же не идиоты ни на что. И не оскорбляйтесь. Вот такое, да, так рассказал. Нет, ты говоришь, развивайте чувство юмора. А вот каким образом его реально вообще развивать в нашей жизни? Гантели на балконе, велоперенажер. Ну я реально, я не знаю, как, что надо читать, не знаю, что надо смотреть, что надо делать. Как минимум, очень много контента существует всевозможного, там, знаешь, и старого, и нового, юмористического. То есть это и импортные наши вещи. То есть, знаешь, да даже фильмы Данели, в конце концов, да, это же тоже кайф, это же тоже юмор. В любом случае, понимаешь, юмора очень много разного. Есть юмор от абсолютно такого пушистого и такой юмор, да, абсолютно жесткого и чудовищного, который очень много может кого обидеть, оскорбить в нашем 2017 году. И он очень разный, просто нужно найти тот, который соответствует тебе. Ведь я не верю, что есть такой человек, хотя бы один на свете, который абсолютно вне юмора. В танке. Я очень, я очень, я очень серьезный человек. Никита, ты знаешь, мы все время здесь... А есть такие, кстати, люди. Нет, я такие не слушаю. Я потом расскажу. Мы все время с Машей спорим, вот в этом самом месте. То есть, можно, да, с одной стороны, тренировать юмор, как-то воспитывать его в себе, но мне кажется, надо родиться. Ну, родиться надо. Ну, может быть. Ну, подожди, а может ты родился очень грустным человеком? А потом воспитался я пимином Данели. Нет, а вот ты говоришь, что, ну, типа, совершенно серьезного человека, ну, в наши дни, да, наверное, не найти. Они очень недолго живут. А, из-за этого, да, ты думаешь? Я думаю, да, очень быстро прогорают и откидываются. Ну, подожди, а вот есть люди, которые комики на сцене, но в жизни очень серьезные люди. Прям, знаешь, только вот камера начинает работать, они такие, а ты что? А потом все переключат так, ребятки. Слушай, ну ты же пойми, что еще есть такая вещь, как профессиональная деформация. Мне ли вам рассказывать, да? Ты заметил, насколько мы деформированы. Я заметил вас, друзья. Я знаю, что такое профессиональная деформация. Поэтому, ну, и когда у человека постоянно работает с юмором, немножечко восприятие и, ну, конечно, меняется. Ну, то есть элементарно. Люди, которые долгое время занимаются юмором, у них отсутствуют моменты... Никита, стой, сейчас надо смазать нам ржавчину юмора, послушать музыку. Нашу деформацию поправить, и мы скоро вернемся к вам, друзья. Интервью с Никитой приобретает новый окрас. Мы теперь поняли, как это работает. Мы за эфиром сначала, значит, задаем ему вопросы. Он резко, классно, жестко отвечает, потом загорается красная лампочка. Мы вроде как в прямом эфире, все такие няшные, замечательные, воспитанные люди. Давай-ка повторим, что сейчас было. Никит, вот смотри, ты снимаешь в Инстаграме. Хочу сразу же заметить, давай сейчас порекламируем твой Инстаграм. Ника Олд Скул. Ник Эйл Олд Скул. Итак, друзья, в общем, как-то так, подписывайтесь. Короче, я тебе задаю вопрос, ты давно снимаешь Вайны для Интернета или Инстаграма? Да я не снимаю Вайны, я очень не люблю это слово. Вайны, это было, понимаешь, если я не ошибаюсь, чуть ли не пятиминутное приложение, которое благополучно уже было закрыто и продано и так далее. А, я-то думала, от Вайны не пошло, ребят. Я не люблю слово Вайны. Вайны были ребят, которые писали вот эти вот пятисекундные ролики. Круто, смешно, классно. В приложении Вайны, которое больше не существует, а ролики занимают гораздо больше времени. Есть слово, мать вашу, скетч. 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 Ну, подожди, мы все привыкли просто, ну это же привычка. Не знаю, я не привык, не, 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 мне тошнит. Ну, окей, а с какой целью ты занялся вот записью и съемкой этих скетчей? Не знаю, может быть. Может быть, дикое обогащение. Может быть, по-моему, действительно. Ну, я думаю, что да. Ладно. Нет. Это так не всегда. Или, подожди, или это хобби все-таки? Или тебе надо куда-то выплеснуть свою творческую? Ну, конечно, это больше хобби, а учитывая то, что я еще умею в жизни, как заниматься какой-то дуростью на камеру, понимаешь? За деньги, соответственно. Иногда. Было бы неплохо. Да. Иногда за деньги. Я думаю, что сегодня Никита у нас бесплатная. Это дорогого стоит, друзья. Но, друзья, мы ждали его очень долго, поэтому будем ждать, что это мы еще должны заплатить. Мы публично, да, хотим сказать, Никита, уже извини, что я смотрю не на тебя в камеру, чтобы просто потом ты пересматривала и все видела, это мои честные глаза. Никита, спасибо. Извини за настойчивость. Спасибо, что ты здесь. Ты, между прочим, с креативным продюсером сейчас разговариваешь. О, бог мой. Извините, что она... Поднимись. Может быть, она и тебе парочку подписчиков после него перепадет. Ну, расскажи вот об этой своей деятельности. Наивные, да? Где ты работаешь с креативным продюсером? Что ты делаешь? Ну, есть один чудесный интернет-продакшн, который сейчас, в принципе, занимается созданием контента для интернета. Клевый, мне вот посчастливилось именно сейчас поработать. Мы можем его назвать? Не надо. А, не надо. Ребятам неприятно будет. И вот мы сейчас... Компания Девико. Окей. Боревер. Окей. Там есть еще пособаченный к этому канал, который лучше не будем говорить. О чем ты конкретно занимаешься? Ты же вот креативный продюсер. Потому что что я еще умею делать в этом? Я умею заниматься юмором более-менее. И то, я понимаю, что у меня определенное... Специфическое чувство юмора, я, в принципе, готов это признать. Ну, стоп! Что это значит? Что значит специфическое? Ну, я объясню, посмотри, просто сейчас в данный момент рамочка юмора, она очень сильно подопустилась, благодаря всем вашим вот любимым вайнерам, да? Поскольку дети выходят в интернет и снимают старые анекдоты, погано отыгрывая их. Погано отыгрывая их! Какую камеру сказать? А все остальные дети... Прости. Это потребляют, ты понимаешь, то есть это становится нормой, и то есть изначально рамочка падает все ниже, 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 ниже. Ну, покажено, бытовуха, ну, скажи, ну, во многом. Где-то, понимаешь, но тем не менее, как интересно, но люди это смотрят. Вот, а почему? А люди это смотрят. Ну, извини, а тогда следующий вопрос. А почему тогда люди это смотрят? Потому что они узнают в этом, ну, какую-то часть себя, может быть, какие-то свои скрытые стороны? Или, может быть, потому что у кого-то хуже, чем у них? Ну, вот реально, из-за чего люди смотрят? Знаешь, сложно сказать, Вера, потому что, коровянно говоря, бывает юмор иногда очень простой, да? Прям предсказуемый, типа. Знаешь, как картофель, который прям, который всех можно кормить картошкой. Ну, да. Но не надо этого делать. А то можно расширить и лопнуть, правильно? Ну, такое, просто некоторые люди не сильно стараются заморочиться, а некоторые просто не могут лучше, поэтому по-рум-пум-пум. Ну, смотри, ты своей деятельностью теперь хочешь поднять уровень в интернете на какой-то новый уровень, правильно? Понимаешь, я всегда считаю, что, если ты занимаешься некой телевизионной, любой, как бы, общественной деятельностью, да, и ты торгуешь своим лицом и своим, как бы, производимым твоим организмом звуками и так далее. Из мозга, прежде всего. Да, да, вот идеальная, кстати, формула. Ну, то есть нужно всегда чуть-чуть больше нести, чем ты думаешь, что люди готовы воспринять, понимаешь? То есть, допустим, запустить какую-то, или какую-то цитату, или какой-то отсылку к чему-нибудь. То, что поймут, допустим, там, не знаю, там, два-три человека, но они могут объяснить еще двум-трем. А это означает, что уже не зря. Ну, подожди. Мы тронули очень интересную тему. Ой, очень интересную. Ну, ладно, давай, давай. А тебе не кажется, давай иносказательно скажем, но мы не можем просто это не обозначить, что в некоторых обществах все-таки это не работает. Потому что в некоторых обществах есть определенный уровень, и если все едят картошку, ну, ты даже если хоть что им, давай, в мишленовский ресторан. Как круто им засунь, будут они картошку есть. Я верю в то, что твой зритель, он всегда, он лучше, чем вы думаете о нем. Вот если ты своему зрителю будешь, его будешь кормить отрубями и картофелем, он тогда и останется, но он может вырасти. Чувствую, сейчас скажешь лишнего. Чувствую, скажешь лишнего. Не, почему? Не надо. Давай сейчас послушаем. Давай послушаем музыку. Да, мы стремимся только к лучшему. Сладкие сны вам точно не нужны, друзья, потому что у нас сегодня просто супертройной сладчайший огненный эфир. Да, и лысый кошмар в конце. Ложка дегтя, да, Никита Дюбан сегодня у нас в гостях, Майкос, Маш, новая. Ну вот смотри, Мишка, мы поговорили уже и о твоей блогерской деятельности, хоть ты и не любишь, когда тебя называют блогером. Я не люблю это название очень плохо. Никит, но мне интересно, вот впервые, когда ты появился вообще, в принципе, на экранах телевидения, если я не путаю, это был проект «Стерео утро» или же еще раньше? Ты путаешь, еще раньше было, была еще история, до этого было на ТНТ проект «Атака клоунов», были розыгрыши на улицах странные. А, прикольно, интересно. А еще до этого был крайне поганый музыкальный сериал на одном музыкальном канале. Крайне поганом? Ну, окей, это хорошо музыкальный, шаг, окей. Ну, просто нам тогда нужны были деньги, понимаете, на меня был молод. А до этого был еще на РЕН-ТВ один околокомедийный проект, который благополучно почил. Ну, подожди, так или иначе, твоя деятельность была с юмором связана? Ну да, конечно. То есть каждый проект, так или иначе, с юмором? Конечно, конечно. Ага, интересно. Просто интересно, как юмор, вот как ты думаешь, с годами, он как-то трансформируется? То есть, вот если посмотреть туда, назад, что тогда было интересно, актуально для зрителя? И что сейчас для зрителя... Или просто, может, мы стареем? Ну, во-первых, да, я не буду говорить, как бы, я почему-то шумлю на тебя. Да, 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 вот! Вы? Да, да, пожалуйста. Во-первых, смотри, за эти годы, во-первых, очень короткий стал путь от одного человека к другому. То есть каждый человек может делать свою хохму и укладывать это в интернет тут же. Кстати. Понимаешь? Твоя площадка для собственного воплощения находится на расстоянии твоей ладони. Ты тут же что-то сделал, тоже можешь выложить. И кто-то это посмотрит. Один, два, десять, двести тысяч человек. Понимаешь? Вот. То есть вот этот короткий путь стал очень. И как это подействовало? Погано это подействовало. Почему? Да, объясню. Потому что, знаешь, это есть история по поводу канала Netflix, да, который, международная сетевая история. Да, да, да. Прекрасная история, кайф, это очень здорово. Много сериалов, много фильмов и так далее. Но есть интересная штука, то, что они сейчас снимают фильмы полнометражные, крево, и замечательно. Это очень крево. И там в этом очень много, получается, авторских задумок, потому что ближе путь от... Вот у тебя конкретно заказчик, который дает деньги, вот у тебя режиссер. А это близко очень. Но, когда у тебя это не прокатная история большая, у тебя меньше проходит моментов дописки, до докручивания. Ну, редактирования, назовем это. Как бы я к редактуре не относился, ну, спорно, как и все творческие, наверное, да, люди. Но все-таки вот эта вот большая индустрия, она все равно выворачивала проект, как ты понимаешь, в более качественные истории. Шлифовала. Понимаешь, да. У тебя есть весь фильм из интернета, условно говоря, Netflix, который качественный, хороший, чуть дешевле, чем... А есть, допустим, какой-нибудь Марвеловский фильм, да, который, ну, ты понимаешь, что тебя поимели во всех, о-о-о, ну, прям все тебе, и картинка у тебя, и музыка, и юмор, и все вместе, у тебя каждые секунды разбито на юмор и так далее. Классно. Вот, это небольшая штука. И то, что путь от человека до некого контента стал короче, и только как бы в этого человека одного и утыкается, означает то, что, ну, то есть качество юмора, к сожалению, да... Качество юмора улучшилось. Но подожди, а зрители... Нет, ухудшилось, ухудшилось. Ухудшилось, количество. Ну, понятно, из-за того, что да, да-да, уменьшилось, из-за этого ухудшилось. Ну, смотри, а наоборот же, сейчас какие-то телевизионные проекты юмористические категорически не заходят именно из-за того, что очень много вот этой редактуры, цензуры. А то, что вот снято, там, не знаю, на коленке и вот с пылу с жару только сейчас, то именно это и выстреливает. Как с этим быть? Ну, невозможно, но в момент, когда у тебя есть что-то цензурированное, конечно, будет проигрывать нецензурированному. Я говорю не про цензуру, я говорю про то, что момент выпистовывания финального продукта, понимаешь, качества. Да, без шуток. Да, без шуток. Нет, 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 серьезно. То есть есть такое понятие, как, да, как темпо-ритм, например, некого выступления, не знаю, неважно, материала. Да, как вот в серии «Друзья», да, где у тебя буквально чуть ли не 5 секунд шутка, понимаешь, получается? То есть плотно. А у людей, которые делают это в интернете, по большей части нет подобных даже до этой информации, им и не нужно. Вот. Маша, я правильно понимаю, ты вот так затронула вот это вот былое, нашу молодость в 73-м году, когда Брежнев только пришел. Я правильно понимаю, что ты хотела и про МТВ тоже спросить? Все-таки МТВ, вот лично, да дайте я выскажусь в вашем между собойчике. Да, пожалуйста, выскажите же, Май. Да я рос на МТВ. Для меня это был большой культурный пласт. Ну, для всех, для меня тоже. То есть я ориентирован был всегда на западную культуру. То есть я мгимошник, международник. То есть это через меня прошло. Никита тоже прошел через тебя, скажи? Никогда больше так не помню. С проектом «Стиль утро» я имею в виду. Это нормально. Это нормально. Это нормально, я тоже думаю. Смотри, малышка, твоя мама росла на этом дяде. Вот смотри, после того, как мы сейчас прослушаем музыку, я бы хотел про МТВ поговорить подробнее. Если ты не против. А я не боюсь этого разговора. Все, посмотрим клипы друзьям. И скоро вернемся. Никита Дюбан сегодня на скостях. Никита Дюбана сегодня у нас в эфире. На телерадиоканале «Странная ФМ». Подожди, Мишка, ну мы затронули тему МТВ. Да никакой не суперзвезда, он просто мимо ехал, Никита, с нами. Спасибо. Да, чисто вызвали просто рядом. Ты будешь затрагивать эту тему, или я сейчас затрону кое-что другое? Затрону, ну все, затрону. Позволишь? Давай. Я бы хотела немного тебя затронуть. Я не знаю, что сейчас будет происходить. Короче, друзья, да, после, значит, мы перевалили с вами уже за 18.30, 18.37, если быть точнее, в столице. И мы всегда в это время играем. Да, Никит, сегодня у нас будет для тебя необычный конкурс. Никита, я не взял. Правда, ты меня огорчил и сказал, что ты не слушаешь русскоязычную музыку. Ну нет, ну почему, подожди. Ну какие-то композиции знаешь. Сейчас очень сложно от этого избежать. Потому что у нас замещение работает и в музыкальном плане тоже. Никита, сейчас ты этого не избежишь, так тебе скажу. Нет, ты удивишься, что я знаю. Кого я знаю, ты удивишься? Окей, все, держи тогда тебе полностью весь этот списочек. Смотри, ты должен будешь нам сейчас объяснить песню, ее название и исполнителя, используя только гласные. Без согласных. Никита, урок, так сказать, Розенталя. Вообще. Итак, в гостях у логопеда называется наша ролика. Ну ладно, предположим, давайте. Давай, так время пошло за 30 секунд, максимально много. Мы должны узнать. А-а-и, а-а-а-а-и. Спасибо. А-а-а-и. А-а-и. А-а-а-и. А-а-а-а-и. Ребята, ну серьезно. А-а-а-а-а-а-а-и. А-у-и-и. А-у-э-э-э-э. От улыбки. Да, ну это все я знаю. Потому что у всех было детство. Вот так вот. Нет, здесь вам не так. Так, пойдем. А-у-о-а-о-и-и. Голубой логопед. Подождите, а первый шестерин? А-у-о. Чтобы вам было проще. Спасибо, Никита, что ты рассчитывала именно на меня. Все, стоп, время вышло, время вышло, время вышло к Мише. Вы же понимаете, что это было. Выбрасывай. А вот у стопчика передаем Майку Бойсу. Итак, ну что ж, давай, я все во внимании. Три, два, один. Поехали, друзья. Включаем таймер. Секундочку. Саморазвлечение, мой бог. Так. Ой, господи, я не знаю эту песню. Ладно, давай дальше. Все, так ты прочитай, ты прочитай ее. Господи, а, надо прочитать. Так это работает. Прочитай хотя бы. Только, ну, все просвечивает. Нормально. Ай, 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 ай. А? Нормально. Миш, прочитай название, как написано в бумажке. Только нам не показывай. Я специально не смотрю туда. Ай, 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 ай. Вот так вот могу здесь сказать. Ай, 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 ай. Ну, понятно, это 8-маш мне уже, но ощущение, как будто он матерится, да? Постоянно. Да, реально, я и думала. Слушайте, вот мне такое ощущение, что Никита пришел к логопеду, а я к психиатру, понимаете? Не то, что пришел, меня привезли сюда, понимаете? Дай другую. Это я не знаю, без честного. Ну, давай. Ну, там. Все, извини, корова твоя прочая. Ну, дай одну, дай одну скажу. Ну, ладно, давай одну. Вот есть такая. Это певица Валерия Миша. Вот так было бы холестом. Ну, да, я уже понимаю с полуслова. Готовы? Все, секундомер, поехали. И, и, а, и, а, и, а, и, а, о. А, э, а, о, э, о, 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 о Я готовился к интервью с представителем другой весовой категории. Ты скажи, ты как-то... Ты раньше был меньше, нет? Я, может, путаю. Это просто телевизионный эффект. Камера добавляет. И все, да? Или я усыхаю, понимаешь? Либо тебе добавляет, либо я усыхаю. Нет, на самом деле он просто хочет узнать. Ты про физической форму. Может, ему тоже надо что-то менять? Есть форме. Я вешу где-то сейчас 100 килограммов. Не хотел. Метра 90. Ну, потому что просто кайф. Это тоже, блин, знаешь, это танцы с собственной головой, на самом-то деле. Поскольку погода в Москве в основном поганая, да? Поэтому время ты не нужно каким-то образом вызывать у себя эндорфины. И спорт — это отличная тема для этого. Что ты делаешь? Сколько ты это качаешь там, не знаю? Каждую ночь. А ты про что? А, про спорт. Хорошо. Красавец зашло там. Особенно кто видел, да? Особенно кто слышал, ты не видишь. Короче, ну, спорт замечательно, здоровый. И когда вот у меня сейчас просто получилось так, что я сейчас восстанавливаюсь после травмы, как раз на съемках фильма, о котором вы не успели сказать, там можно было бы это сделать. Нет, мы к нему сейчас и подожди. Давай мы это сделаем сейчас. Эбигейл, друзья, в следующем году будет премьера. Давай, рассказывай. Да, уже есть в интернете, ну, как бы, тизер трейлера. Да. Поэтому я всем рекомендую посмотреть. Это будет такая фантастика-сказка. Сказка для... Да. Я бы сказал, правда, это сказка такая получается. Она решена в таком стимпанковском стиле, который крайне редок вообще для мирового такого прокатчика. И картинка получилась фантастическая, мне очень понравилась. Прямо такой некий фоллаут. Нет, 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 это другая история. Нет, это ты путаешь. Стимпанк, это когда у нас такое, знаешь, где-то 19 век, везде шпаровые машины. Стимпанк, вы путаете. Не постапокалипсис, а стимпанк. А, с безумным максимумом. Когда все 19 век такое, и машины, какие-то линзы, парабозы, вот это все такое. Класс, подожди, кого ты там играешь? Ой, я там играю, там уже у нас история про магов, и я там играю, конечно, одного из магов. У тебя есть какая-то суперсила, я не знаю, там или что там, суперспособность? Да, наверное, и там он легкий. Мой персонаж, он как бы лекарь, поэтому у него такой околоиндийский вид, огромная рыжая борода, заплетенная, челма. Да, мы долго придумали персонажа. Вот, но, в общем, я предлагаю всем посмотреть в интернете тизер Кэй Бигейл. Вот, и я лично дико жду 19-го года, и в апреле. Да. Вроде как у нас сейчас стоит премьера. 11 апреля, я не ошибаюсь, правильно? Нет, ну посмотрим, как получится у нас это дать или нет. То есть я бы уже как бы, я уже все отснялся, я вот только просто останусь у меня, только переживать за проект. Никит, давай тогда, подожди, ну помимо этого проекта, чем сейчас еще живет, не знаю, где еще снимается, существует, что сейчас происходит, самое активное в твоей жизни? Ну сейчас, кроме, ну, то есть, во-первых, я работаю на одной радиостанции, о которой я не могу говорить, попросили меня ребята не говорить. Мы назовем твое шоу, как называется, два половины человека, кроме телерадиоканала «Страна», я понял. Ну да, шоу «Два половины человека» на радио, на одном чудесном радио. Вас там трое. Нас там сейчас двое. Сейчас двое. И половинка. Поскольку да, потому что у нас есть Юля, которая у вас уже была в гостях, она бы галактически скипнула на утреннее шоу. Вот оно что. Да, бросило нас. Если ты нас сейчас слышишь, Юля. В общем, она слышит. Короче, поэтому сейчас мы пока двое, возможно, там к нам кто-то добавится, еще кто-нибудь малоадекватный, поскольку адекватных у нас не выживают. Вряд ли сейчас, я сомневаюсь в этом. Понятно. Ну вот, но вот в субботу, воскресенье, с трех до шести есть вариант, может, послушайте немножечко, мы поорем вам в мозг. И посмеяться, и зарядиться, да, эндорфинчиками. Окей, смотри, ты, собственно, радио и телеведущий. Ты актер, ты блогер. Мы что-то еще какой-то... А, ты креативный продюсер. Блогер, опять она ставит. Нет, прости, креативный продюсер. Еще какую-то мы пропустили деятельность. Певец где-то вот еще есть такое. Ну так, то есть пока это такое, пока это такое все очень. Ну смотри, Никит, я тебе сразу же хочу сказать. Если вдруг ты принесешь к нам сюда свой хит вместе с клипом, то, да, приходи, пресвентуй, мы тебя ждем. Ты положи вот там, соответственно, в гримерке, да. Не знаю, малая. Нормально, да? Все, все, все. Есть еще одна роль для тебя. Все, пойдем. Ответчик на вопрос. Ой, легко, это я люблю. Знаешь, такой автоответчик. Думать не надо, собственно, как и всегда. Автоответчик, да. Думать не надо, собственно, как и всегда. Нет, на автомате. Прям на автомате отвечаешь. Блиц-опрос, поехали. Погнали, для меня самое важное в жизни. Юмор. Идти по жизни с юмором это тогда? Ох, ты ж, блин. Это... Цель. Отлично. Если бы сейчас был 1018 год, что бы ты делал? Скорее всего, 1018? Да. Скорее всего, умирать чумой. А если бы не юмор, ты бы сейчас? Блин. Спасибо большое. Тебя бы не было сегодня у нас в гостях Никит Сюмбана. Спасибо. 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 Спасибо.